здравствуйте друзья где еще задумаешься о судьбах человечества как не вот у нас тут в кремниевой долине где эти судьбы во многом предопределяются но это я издалека начал а так принципе я сегодня с эндокринологом своим общался в салфоне там и но сказать что вот 4 рецессии мы здесь пережили в стране в начале когда мы только приехали в начале 90-х потом обвал интернет бума потом от финансовый кризис вот сейчас тоже вот последний и я хочу сказать что как не рецессия так значит подъем войти ну в случае не так плохо войти даже если посмотреть на рецессию которая вроде была жахнула по кремниевой долине вот это вот обвал интернет бума но она кроме как по кремниевой долине нигде больше не жахнула то есть вся остальная страна айти цвело и пахло и собственно все кто хотел готов был из долины куда-то отъехать даже недалеко уже было полно работ поэтому почему я рассказываю что я все думал а чего идти то что она в нем такого что вот именно как рецессия сразу как-то особое внимание к идти дело в том что все-таки когда кризис да то первая так сказать проблемы которые у людей есть это у бизнесов это повышение производительности труда то есть как меньшими вот меньшими деньгами меньшими затратами получить то что вот надо получить вот тоже самое но дешевле поэтому мы имеем аутсорсинг и надо сказать что аутсорсинг он возник более-менее где-нибудь в конце 90 до то есть когда ну как сказать просто не хватало дико людей и то есть разговор о том что это дешевле это все потом а на самом деле просто дико не хватало людей но вот когда уже интернет бум обвалился вот когда уже да и плюс технологии еще появились тоже они сразу которые позволяли работать с удаленными людьми и вот пошел вот это вот офшор аутсорсинг бог знает что вот она она родилась фактически по настоящему рвануло вот в ту рецессию когда борются интернет бум то есть ищут возможность повысить производительность труда как повысить производительность труда без технологий да никак вот сегодня все повышение производительность труда но все в технологиях более производительный инструмент какой-то когда-то это может быть были станки там помните движение многостаночников там один рабочий зарплата которого вообще ничто ну то есть просто даром даровая рабочая сила почти рабская они даже ели не вдоволь девушник будет там про одеться и вот она там два станка 10 станков 100 станков там она обслуживает и экономия ноль ну него так вот я к чему говорю что я давно значит так смотрю что вот сидят люди и думают чтоб такое еще автоматизировать чтобы такое придумать чтоб еще людей под сократить и глядишь значит там деньги сэкономить то есть если вы работаете в какой-то профессии я где-то прочитал эту фразу она мне очень понравилось она оригинально не мне принадлежит но фраза потрясающий там было сказать так что кто бы ты ни был где бы ты ни был чем бы ты ни занимался уже есть люди которые думают как от тебя избавиться не то чтобы что-то личное и вот значит вот она автоматизация роботизация там и тогда и я задумал ну хорошо есть что-то вот от чего нельзя избавиться ну там официант но это как бы знаете как такая работёрки вот вот я думал врач и давно подозревал что врача в общем то не так сложно заменить конечно сложнее заменить хирурга который операцию какую-то делать это руками там руки участвуют а я вот хожу к эндокринологу это мой основной врач я хожу к эндокринологу и из того что он делает руками ну то есть как бы в моем присутствии вот до пандемии ну было там две вещи которые делал он и одна вещь которую делала ассистентка да то есть меня 100 на весы ставил помощница хотя и сам править весы можно дома иметь там не ничего страшно вот на весы меня стала помощница а доктор он что он пульс мерил и просил снять обувь и носочки и так руками значит стопу там прощупывал и пытаясь такси почувствовать пульсацию да если слабая пульсация сильная пульсация вот вот это вот он пальцами чувствую друзья я вас уверяю что можно легко можно сделать прибор который в тысячу раз тоньше и чувствительнее чем пальцы вот этого врача этот это просто даже это ну 19 век понимать этот пальцами там что-то щупает вставил ногу тебя раз ты репорт распечатался и там до тысячных долей там я не знаю чего если нужно вот собственно и все и я давно подозревал что в общем то может сидеть человек какой-то там бородатые в халатике где-нибудь там в индии например или там я не знаю где в кувейте брать и так мы тоже по-английски должен там пару слов сказать вот и он смотрит на ваши анализы все это на экране компьютера он значит считывает там данные тестов или такого и даже такого физического теста и так далее то есть в той мере который человеку не нужно резать ножиком но в смысле как скальпель не ножик в общем то зачем этот врач нужен вот тут чтобы ему еще на appointment доходить понимаете там и еще ехать куда-то и там парковаться там обычно еще с паркингом не очень и вот пандемия и вот мы значит с ним теперь обойт мы назначаем удаленно последний раз мы общались с ним 18 февраля это было прямо перед нашей поездкой вы на гавайи мы ехали и он тогда он советовал вообще не ехать он на самом деле с первых чисел февраля уже всем своим пациентам говорил ребята значит идет какая-то вот эта пандемия будьте осторожны и нас тоже он инструктировал сказал мне тогда пойди закажи двойной запас выписал мне двойной запас всех лекарств воды это он потому что будут перебои это то есть он когда-то до того как стал врачом вот таким он образование получал первое образование в то что называется public health то есть общественное здравоохранение и там как раз вот занимаются эпидемиями там все и всеми делами тоже и а потом уже он выучился на врача стал врачом и вот у него осталось как будто из тех дел и он он еще тогда когда когда не было никаких ну там может быть разговоры какие-то шли там не поймешь чего никто не слушал вот он уже он уже с тех пор увлекался занимался всех предупреждал нас он написал статью в местную газету это не была статья это было письмо редактору сан-сан-сэй mercury news тут есть местная газета кремниевая долина и письмо было опубликовано и он объяснял что надо делать чтобы убить эту самую пандемию да и в общем короче вот такой дядька я смотрю значит можно два раза с ним встречаемся он сидит печатает что-то на компьютере там у него какой-то есть свой софтор там где у него мой аккаунт и он спрашивает такое там лекарство пьешь секо лекарство пьешь это там принимаешь каких количествах там туда-сюда нет ли каких там жалоб сюда вот твой анализ значит что мы видим мы видим вот такую динамику тут такую динамику там здесь в целом ты все в порядке в общем там и так далее друзья мы прекрасно обходимся без того чтобы ходить к нему в офис обратите внимание мало того это все ему разрешается значит сверху вообще они сверху должны утвердить ему ножи лицензированный врач не просто так бабка знахарка знаете они даже утверждают какими дим устройствами и каким программным обеспечением можно пользоваться для общения с клиентами то есть сначала я получил приглашение в каком-то там в приложении специально для этих целей у него там аккаунт есть а потом мне просто позвонил я говорю а я тебя тут жду уже он говорит это для тех у кого сэлфона нет или там вне зоны приема и так далее вот мы пользуемся вот тем тоже она утверждена разрешено там и тогда и там даже написано знать написано так что у нас такое простое в обращении приложение что любишь совершенно любой доктор может им пользоваться все эти дам для простых людей в общем такая вот интересная штука и я думаю ну хорошо вот да вот так же как с программистами там с тестировщиками или с офисными работник ну хорошо вот он из кремниевой долины уехал там я не знаю условно назовем это там скажем куда-нибудь техас вот там в даллас или там бостин куда-нибудь и ему там платят на на там на 15 процентов меньше послушайте а чего бы ему не уехать куда-нибудь в доминикану до чтобы ему платить там уже в половину меньше доминикане столько денег то не надо вот и я вам больше скажу а чего вы например не взять девочку там если такая работа ну офис на это я почему не взять девочку в черновцах или в бишкеке потому что на инъяс закончил английский хороший там почему нет ведь можно вообще там за не за 10 процентов от цены вот это же самое да так вот если человек не ходит вот кофе с тобой не пьет каждый день вот на митинге не сидит а какая разница он в соседнем доме в соседнем штате или в соседней на континенте уже нет разницы то же самое друзья с врачами не ну конечно врачи они лицензированные то есть они им лицензию получать но ради такого дела друзья я думаю что масса народового лицензируется там из индии там пакистана может из египта откуда-нибудь еще там они знаете как лицензирует стоит вот и да а на самом деле вот это вот хирургические дела которые сегодня говно но нельзя же операцию сделать без это дело ну может и нельзя все операции сделать прям сегодня хотя на самом деле мы понимаем что сейчас так много приборов всяких используется в медицине там серьезных операциях там и так далее что в общем то на подходе ну то есть сначала какие-то попроще операции да потом посложнее еще сложнее еще сложнее предела то нету эти предела нету то есть мы как бы будем жить в едином таком доме в котором значит ну еще раз медицина может быть как наиболее консервативная часть она позже к этому подойдет но в общем и в целом никакой необходимости нет для того чтобы этого врача был офис вот тут в городе саннивейл там или где он там вот или там еще где-то поехать вот он сейчас тоже в сан-диего поехать маму навестить маме 100 лет маму навестить и так он может из сан-диего это ты почем он на сэлфоне я на сэлфоне или там что за проблема очень так ладно я друзья вижу там юрия берга который тут очередную машину подогнал сейчас мы с ним поболтаем счастливо